Кстати, чтобы установить такие плакаты, активистам пришлось брать разрешение администрации города. Только их примеру следуют не все. Тысячи табличек, объявлений и листовок сейчас размещают в Кирове без разрешения. И городские власти с нарушителями пытаются бороться. Создали специальные бригады, которые будут чистить подъезды, фонарные столбы, светофоры и остановки от несанкционированной рекламы. Кроме этого, чиновники планируют привлечь активных кировчан и сейчас ищут варианты, как именно жители города могут тоже косвенно бороться с нарушителями. О других событиях города и области смотрите в коротком видеообзоре. Город повторно обработают от клещей. В первый раз противоклещевую обработку в Кирове проводили этой весной перед 9 мая. Тогда было обработано почти 300 гектаров территорий. Это почти все городские кладбища, парки, скверы, сады и набережные. Как сообщили в городской администрации, повторную обработку проведут до 12 июня. По данным Роспотребнадзора, клещи в этом году не так активны, как в прошлом. Число укушенных по сравнению с 2012 годом снизилось в два раза. Чтобы обеспечить безопасность детей в период летнего отдыха, в лагерях начались проверки. Так, сотрудники Госпошнадзора проверили пожарную безопасность в оздоровительном лагере «Солнечный» в Вятскополянском районе. В первую очередь оценили готовность добровольной пожарной дружины и работоспособность пожарных гидрантов. А затем провели обучение для персонала. Без нарушений не обошлось. Их директор лагеря пообещал устранить к началу первой смены. Почти 100 ребят из Кировской области отправились во Всероссийский детский центр «Орленок». Накануне вечером во Дворце молодежи состоялось организационное собрание, где ребятам рассказали о лагере, в который они едут, и обсудили вопросы безопасности. Собравшиеся в зале победители конкурса «Мир молодых». В качестве награды за творческие успехи и активную жизненную позицию правительство Кировской области наградило ребят путевками в профильную смену для лидеров.